Ну, касательно вируса африканской чумы, свиной чумы, да, которая поражает свиней, как домашних, так и диких, я хочу заявить со всей ответственностью. На данный момент этот вирус для человека не заразен и безопасен. И человек на данный момент, да, не может, не должен бояться выражения этого вируса. Действительно, само название говорит о том, что родом этот вирус из Африки, это ДНК, содержащий вирус. Известен он с начала прошлого века, ничего нового в этом вирусе нет. В нашей стране он появился, если не изменяет память, в 70-х еще годах. И опасность этого вируса заключается в том, что опасность этого вируса экономическая. Этот вирус очень контагиозен. То есть, все заражаются элементарным путем через пищу, через кровь, через укусы насекомых, другими различными способами. Причем, что удивительно, переносчиком может быть и человек, да, который ухаживает за этими животными. Грызуны и так далее, и так далее, и так далее. Вирус очень быстро поражает организм свиней. И, ну, если кому-то это интересно, да, он вызывает серьезное поражение внутренних органов, кровеносных сосудов. Это проявляется в воспалительных процессах всех органов, кровоизлияниях. И смертность среди животных очень высокая. И, соответственно, он в контагиозе. То есть, очень легко передается от больных свиней здоровым. Поэтому здесь больше экономическая опасность. Потому что поголовье свиней быстро сокращается. Соответственно, это отражает, это уже такой экономический фактор, да. Страдает сельское хозяйство, животноводство. Дальше, если поразмышлять, это возрастают цены на, естественно, мясо. Вот. И больше здесь экономическая опасность. Соответственно, сейчас серьезно ограничена перевозка живых животных, да, по стране, чтобы, не дай бог, не разнести заразу. Соответственно, все эти меры, о которых я, так же, как и вы, получаю информацию из газет, журналов и интернетов, свидетельствуют о том, что адекватные меры принимаются. Поэтому ничего нельзя утверждать, как бы, стопроцентно, да. Но то, что это серьезная опасность для сельского хозяйства, для поголовья свиней, это да. Так и тоже верно, что наше государство принимает адекватные в этой ситуации меры. Даже если такое произойдет, и человек каким-то образом обойдет все санитарные кордоны, а доверчивый покупатель, да, не проверит документы, купит мясо неизвестного происхождения, то, даже если представить, что такое мясо попадет на, скажем так, стол к нашему потребителю, ну, что бы я здесь сказал, вы поймите, ну, наверное, вегетарианцы и веганы сейчас поморщатся, да, сейчас я пример просто приведу, я могу сказать, есть существует здоровая пища, есть нездоровая пища. Представьте себе гнилое яблоко, да. Вот если вы его съедите, ну, полностью гнилое, упало, пролежало на земле, там, несколько недель, да, оно сгнило. Так вот, в этом яблоке нет ничего полезного, да, то есть, с одной стороны, оно не нанесет вам смертельного вреда, с другой стороны, там развились какие-то бактерии, там гнилостные процессы происходят, поэтому это мясо не навредет, не заразит вас вирусом африканской чумы, но это мясо, скажем так, некондиционное, оно нездоровое, оно не принесет вам пользы, соответственно, существует понятие здоровый продукт, свежий продукт, не свежий продукт, просто, соответственно, человек съест не свежее мясо. Нет у нас самоцели питаться гнилым мясом, да, в обычное мирное время, поэтому какой-то смертельной опасности, тем более заражение этим вирусом, если вдруг человек съест это мясо, не произойдет. Это будет после потребительственного продукта, ну и, повторюсь, вирус развивается очень быстро, то есть по свиней видно, что она больна, в течение буквально недели развивается на коже, поражаются внутренние органы, то есть уже будет понятно, что свинья-то, скажем так, здоровы, вот, поэтому это будет видно, поэтому какой-то угрозы для человека этот вирус на данный момент не несет, но есть...